Армия революционной Франции. Глава 7. Новая армия. Ван Дея. Битва при Онт Скотте. Уже из предыдущей главы, а я еще не написал о вандейском мятеже, но скоро это восполню, вполне можно понять, в сколь тяжелой ситуации была Франция летом 1793 года. И вот здесь необходимо сказать с уверенностью, и где речь о прежней Франции, старого порядка, она бы не выстояла. Но уже за те несколько лет, что прошли с момента революции, а она еще и однюдь не сразу стала активно заниматься военными вопросами, так что реально за еще меньший срок вооруженные силы республики кардинально изменились и усилились. Выше уже говорилось о колоннах, рассыпном строе, их сочетании как их тактической основе для операции революционной армии. Теперь нужно заострить внимание на вопросах формирования, развертывания и руководства вооруженными силами. Ранее уже указывалась следующая цифра. На июль 1791 года численность всех подразделений, кавалерии и пехоты насчитывала не более 133 тысяч человек. Причем количество офицеров было явно недостаточным даже для этих сил. От 133 тысяч и будем отсчитывать дальнейшие перемены. Во-первых, ранее также уже писалось, что к 1790 году численность нацгвардии достигла почти 300 тысяч человек. Писалось, впрочем, о ее достаточно низких боевых качествах, проблемах с личным составом и вооружением. С началом войны в 1791 году нацгвардия не была целиком и полностью отправлена в бой, едва ли могла быть, но на ее базе началось формирование добровольческих подразделений. И уже здесь мы можем увидеть очень любопытную особенность, которая в определенной мере проявится и у нас в ходе гражданской. Основная организационная работа лежала на плечах не центральной власти, руководившей тогда Францией учредительное собрание и приказ до такого в полном смысле слова не отдавала, скорее призыв по желанию, а на руководстве местном, недавно созданных департаментов, а в большей мере и более низкого уровня. Формирование нацгвардии и добровольцев на ее основе – дело муниципалитетов и далее префектур. Это не была мобилизация в современном ее понимании. Добровольный характер и местные особенности приводили к колоссальной разнице в результатах и методах. В близких границах районах жители собирались под бой в набат церковных колоколов, в отдаленных неспешно и осторожно. В одних, более бедных или опять же близких границах, добровольцы записывались все от мала до велика. Так в департаменте Мёрд и Мозель принимались даже 15-летние мальчишки и 65-летние старики. Барабанщики зачастую были вовсе детьми, вплоть до 12 лет включительно, причем некоторых приводили их же отцы, записывавшиеся в те же подразделения. В более состоятельных и отстоящих от границы регионах все происходило с меньшим энтузиазмом, но большей организацией. В департаменте Марна, например, располагавшемся недалеко от столицы, из 1766 добровольцев было лишь 108 человек старше 30 лет и лишь немного моложе 18. Добровольцам, имеющим жену и детей, было предписано оставаться дома. Муниципалитеты и назначаемые ими комиссары, обычно из ответственных офицеров, даже организовывали медицинскую проверку добровольцев, подавляющее большинство которых, очевидно, проходили пусть и самые примитивные медообследования впервые в жизни. В первый момент предполагалось, что добровольцы должны сами оплачивать свою экипировку. Учредительное собрание рассчитывало, что в их составе будут пребывать сравнительно состоятельные, активные граждане, которые вроде бы должны были обладать большей сознательностью. В реальности добровольцы в массе своей были бедняками. Из 579 добровольцев, записавшихся в городе Марселе, 550 были рабочими. На первых занятиях вместо оружия упражнялись с палками. Порой снаряжение закупалось на добровольные взносы и пожертвования. С одной стороны, тех, кто искренне не мог просто смотреть, как он сам, амбундированный, в конце концов, обутый, идет в одном строю с босиками, вооруженными вилами, а с другой теми, кто откупался, таким образом, от, собственно, прямого участия в военных действиях. Но все же основную роль на себя быстро взяли местные власти. По декрету учредительного собрания от 4 сентября 1991 года им было разрешено снабжать бедных добровольцев всем необходимым, удерживая на покрытие расходов по экипировке частей их жалования. В реальности порой доволось изыскивать и иные фонды, не требующие этого. А спустя год, наконец, пришло время для централизации в этом вопросе. С 4 сентября 1992 года государство стало само экипировать добровольцев, удерживая за это 3 СУ из 15 их ежедневного жалования, вплоть до возмещения затрат. Преимущественно местный характер формирования налагал огромные и важнейшие отпечатки на все дело добровольчества. Во-первых, руководству муниципалитета было выгодно добиваться большого количества добровольцев. Это резко улучшало его положение в отношениях к центрам. Во-вторых, руководству муниципалитета зачастую было, если невыгодно, то неизбежно необходимо поддерживать сформированные части в сносном состоянии. Ведь это были их же земляки, которые, вернувшись с фронта сами, или их оставшиеся родственники, принимали наиболее активное участие в местных выборах. Нередко муниципалитеты и коммуны устраивали для своих добровольцев праздничные проводы и торжественное бесплатное застолье. Но самым главным было, конечно, не это. Землячество и близость давали первую сразу мощную спайку добровольцам, причем на всех уровнях. В одном подразделении бок о бок могли служить отец и сын, братья, дедья и племянники, очень часто жители одной деревни. И пусть в первый момент учредительное собрание предписывало не объединять вместе свыше 24 односельчан, из опасения, что при военной неудаче населенный пункт может резко обезлюдить. Это требование сразу и повсеместно стало игнорироваться, а позднее и вовсе было отменено. Центральная власть оценила эту сплоченность своих как на фронте, так и в тылу. В такой ситуации гораздо труднее становилось проявлять малодушие. Это означало закрыть для себя путь назад в собственные родные места, ведь наверняка кто-нибудь да остался бы в живых и опознал труса. Солдат сразу привыкал быть не просто сам за себя, а частью боевого коллектива, что было куда легче, когда в боевой обращался в недавнем прошлом единый трудовой или соседский. Это же порождало и гораздо большее взаимное доверие и слаженность. Были, конечно, и недостатки, соперничество и неприязнь между разными подразделениями, берущие корни в региональных противоречиях, но общий революционный энтузиазм часто сводил ее на нет. Вообще, это часть большого и давнего вопроса о том, как лучше формировать войска по территориальному принципу с сохранением и даже культивацией местных традиций и духа земляческой общности или намеренно их перемешивать. Практика показывает, что в этнически разнородных странах, где налицо конфликты между народами, территориальный принцип может привести к катастрофе. Отличным примером может послужить история хорватских соединений армии Югославии в 1941 году. Но в более гомогенных порой дает неплохую отдачу. Другой характерной чертой добровольчества было то, что, идя на фронт, подчиняясь армейским командующим, организационно они оставались частями нацгвардии, со всеми вытекающими, включая выборность командиров последствиями. О сильных и слабых сторонах этого подхода уже несколько раз говорилось в предшествующих частях, но теперь стоит обратить внимание еще и на то, что командир опять же был, как правило, земляком, и откровенные пустобрехи и дураки были односельчанам хорошо известны. Добровольцы объединялись в роты по 50 человек в каждой, не учитывая выборного состава командования, которое в свою очередь составляли батальоны десятиротного состава. Таким образом, батальон состоял примерно из 520-530 человек. Всего было сформировано 169 волонтерских батальонов, то есть это суммарно без малого 90 тысяч человек бойцов. Если мы вспомним численность армии на 1791 год, 133 тысячи человек, то можно будет понять, какую большую роль добровольческий компонент играл уже в кампаниях 1791-1792 года. И это же дает нам примерную суммарную численность армии Франции на всех фронтах – 223 тысячи бойцов. Не так мало, но и не так много. Сходные по численности силы Франция собирала, например, в семилетку, с краткого рассказа о которой мы в свое время начали. Читавшие помнят, что успехи французов были крайне скромными. Еще одной характерной чертой добровольчества, которая долгое время привлекала туда людей и выдвигала его на первый план по сравнению с регулярной армией, была куда как более мягкая дисциплина. Выбранные командиры не могли проявлять слишком большого рвения в деле наказания, если не хотели лишиться своего места. Да и каких наказаний? Телесные наказания были отменены, и если в армии этим запретом порой пренебрегали, то в Национальной гвардии среди добровольцев они быстро стали просто немыслимыми. Контракт, который подписывал доброволец, предполагал несравненно меньший срок службы, чем армейский – всего один год. Конечно, его можно было и продлить, что многие и делали, но, в общем, добровольцу было достаточно предупредить командира о своем желании вернуться домой за два месяца до истечения года службы, и по прошествии их он мог быть свободен. Мало того, существовала еще и возможность получать отпуска, для этого было довольно сообщить об этом в свой муниципалитет или окружное управление, которые должны были найти тебе сменщика. Так что цифры численности, приведенные мною выше, во многом условны. В каждый конкретный момент времени в армии было несколько менее 90 тысяч добровольцев, но зато реально через добровольчество прошло куда как более народу. Но самым смаком, настоящей вишенкой на торте, можно считать вопрос о самовольных отлучках из части и даже побегах, а главное – наказаниях за это. Декрет от 28 декабря 1791 года постановлял. Всякий национальный гвардеец, который оставит свой батальон без надлежащего разрешения, а как легко было получить это разрешение, надеюсь, уже ясно, будет лишен в продолжении 10 лет прав активного гражданина и чести служить в рядах национальной гвардии и регулярной армии в течение того же срока. Кроме того, властью прокурора коммуны он будет присужден вернуть в стране все издержки, которые она сделала на его экипирование. И все. На практике. Это означало, что единственным человеком, который занимался дезертирствами и самоволками, был вообще не военный, а гражданский чин. Прокурор коммуны, который мог в течение очень и очень долгого времени в принципе не знать о том, что где-то на фронте доброволец из его префектуры пропал без вести. Во-вторых, этот пропавший вполне мог быть и убит, а руководству префектуры, конечно, было выгодно занижать число беглецов. Наконец, с прокурором вполне можно было договориться, были бы деньги. Все это приводило к тому, что вопрос численности добровольческих подразделений сложнейший. Из-за этого зачастую очень нелегко назвать точную численность французов в той или иной битве. Если командующий не считал необходимым установить ее перед сражением или не успевал этого сделать, то разброс в цифрах измеряется несколькими тысячами. Крестьяне-добровольцы могли, например, без зазрения совести покинуть армию для тех или иных сезонных сельхозработ, особенно по сбору урожая, а после вернуться. Следствием этого безобразия было то, что французские силы удивительно легко сдувались и надувались в зависимости от обстоятельств. Любопытно, что добровольцы, очень ценившие возможность самоволок, резко теряли в энтузиазме по мере удаления от границ Франции. При вторжении Дюмурье в Нидерланды многие добровольцы были очень недовольны тем, что им слишком далеко было дезертировать до дома. Не менее сильно действовали такие факторы морали и успехов или неудач на фронтах. Стоило французам потерпеть тяжелое поражение под Нейрвинденом, а затем начать отступать, это в сочетании с изменой Дюмурье, как армия стала стремительно худеть. Солдаты разбегались и при отсутствии заградотрядов или чего-нибудь в таком духе никто не был в силах им помешать. Не могли этого сделать и выполненные в красивом, отсылающем к античным образцам стиле, но малопонятные массам призывы конвента вроде такого. Граждане-солдаты, закон разрешает вам уйти из армии, но крик Родины запрещает вам это сделать. Оставил ли Брут свой пост, когда Парсена был у ворот Рима и тому подобное. Но еще более поразительно другое. Привлекаемые стабильными 15 усу в день, патриотическими побуждениями и возможностью выбиться в офицеры на выборах, дезертиры очень часто и без всяких последствий сбегались обратно. Так, когда в 1993 году боевые действия вернулись на территорию Франции и Отечество вновь оказалось в опасности, множество самовольщиков и пропавших вернулись в войска. Удивительно большое количество солдат смогло просочиться назад из Бельгии, в некотором роде эта рассредоточенность даже помешала их разгромить. Стоит вспомнить еще и то, что Национальная гвардия начинает играть роль подготовленного, пусть и минимально, пополнения для старой регулярной армии. В приграничных департаментах военачальники получили власть требовать от Национальной гвардии сил на пополнение взамен потерянных. Практически здесь сразу столкнулись две тенденции. Генералы требовали не просто пополнения, а подкрепления и приращения своих сил. А массы нацгвардейцев делали все, чтобы не попасть в регулярную армию с ее дисциплиной, невыбранными офицерами и всем остальным. Причем если одни скрывались, то другие инициативно приступали к формированию добровольческих подразделений. Фактически после первой кампании по организации добровольцев, которая дала пресловутые 169 батальонов, было еще несколько волн разного масштаба, которые то перекрывали потери, и тогда армия прирастала, то нет, и тогда она сокращалась. 10 февраля 1192 декретом были отменены ограничения по росту добровольцев. 24 июля 1192 декрет принизил официальный возраст приема с 18 до 16 лет. И все же тех сил, которые удавалось набрать таким образом, было явно недостаточно перед лицом вторжения коалиции. В описании военных действий мы остановились на конце июля 1793 года. Времени совершенно критическом. 12 июля капитулировала крепость Конде. 23 июля в разных концах, но с грозным общим смыслом для Франции, сдались Валансиен и Майнс. Англо-голландские корпуса подступили к Дюнкерку. Пруссаки взяли контроль над немецким берегом Рейна, а австрийцы уже все более явно нацеливались на Париж. Несколько еще не сдавшихся северных крепостей, Камбре, Кенуа, Ландресси, оказались фактически обойденными, отрезанными и уже бесполезными для обороны. Но самым страшным было то, что даже недействия врага были самым худшим из испытаний. Именно в это время французская революция ближе всего подошла к гражданской войне. Вандея! Для начала имеет смысл уточнить для читателя, что и где это. Я специально добавляю соответствующие карты, но если описывать словами, то лучше будет это сделать так. Всякий уважающий себя любитель военной истории обязан знать, где находится Нормандия. К западу от нее, наиболее сильно вдаваясь в океан, расположена Британь. К югу от Британии, сразу за рекой Луарой, и расположена Вандея. Сейчас это департамент, тогда официально тоже, но в реальности область Вандейского восстания была шире, охватывая существенную часть прежнего исторического региона Франции Пуату. И у него есть несколько важных особенностей. На самом юге этой области расположена Ларошель. Да-да, та самая, которая у Дюма, в осаде которой поучаствовали мушкетеры. Тогда город был оплотом протестантов-гугенотов. После его взятия католики, особенно после смерти умного политика Ришелье, взялись за регион всерьез. Так что ко времени революции Вандея была оплотом самого строгого и ортодоксального католицизма. Во-вторых, что не менее важно, помимо Ларошели, крупных городов здесь не было. Область была чисто сельской и аграрной. Даже сейчас самый крупный город департамента Вандея, Ларош-Сюрьон, населяет всего 57 тысяч человек на 2009 год. Очень интересная история основания этого города. Он был специально отстроен по приказу Наполеона в 1804 году, официально с целью восстановления разрушенной преподавления мятежа Вандеи, а реально, чтобы изменить ее социальный состав, создать городской центр управления. Тогда город был рассчитан на 15 тысяч человек, большую часть которых составили приезжие. Но в период начала восстания города и городская революционность, буржуазная или санкелотская, Вандея отсутствовали. С 1630-х годов это был один из медвежьих углов страны, что диктовалось и местностью. По топографическим свойствам Вандея делилась на лесную, бокаж, болотистую, морейс и равнинную, плейн. Первая часть составляла до двух третей всей Вандеи и была покрыта множеством перелесков, вселений и отдельных хижин, обнесенных, как и поля, живыми изгородями и рвами. Между ними проходили узкие углубленные дороги, практически непроходимые в дождливое время. Болотистая часть располагалась по побережью океана и, хотя была совершенно открытой, но была пересечена множеством мелких озер, глубиной до двух метров, соединенных между собой рвами, пробираться между которыми можно было только по тропинкам. Каналы и озера представляли собой пути сообщения на лодках местными жителями, пешеходы передвигались по этому пространству при помощи длинных жердей, нинглэс, упираясь на которые перепрыгивали через рвы и канавы. В этой местности владения дворян никогда не бывали крупными, аристократы были не столь отделены от народа, как в большинстве других мест, иначе говоря, они были мелкопоместными, порой сами работали на земле, проявляли ту же набожность, выступали как организаторы местной общины. Наконец, с очень-очень давних времен, еще с классического средневековья, регион имел устойчивые связи с Англией, частью владений короны которой на континенте он был в те времена. Степень британского влияния на выступления в Ван Дэе вопрос очень спорный. Сами вандейцы и власти страны имели на это очень разный взгляд. Комитет общественного спасения был убежден и активно продвигал версию о гадящей англичанке и предательстве. Вандейцы упирали на верность монархии, непримиримость к революционерам, которых нужно непременно победить, а там будем разбираться. И, может быть, само все образуется. Что до внешней помощи, ну, есть, ну, что уж из того. В некоторых аспектах невольно отмечаешь просто поразительное сходство с белыми и красными нашей гражданки. Восстание началось 3 марта 1793 года. Причин можно выделить целый комплекс, но самых важных три. Первой нужно отметить ту, которая прямо была связана с темой набора и комплектации армии. В начале 1793 года появился декрет конвента, который постановил организовать прием 300 тысяч добровольцев. В самом этом декрете ясна видна вся амбивалентность и неясность политики времен воевласти жерандистов и монтаньяров. Как можно настаивать на определенном количестве добровольцев и точно его определять? Никаких механизмов принудительного набора предусмотрено еще не было, а потому все содержание декрета превращалось в благое пожелание, не обеспеченное реально ничем. 300 тысяч добровольцев из воздуха не возникли, зато возник слух о том, что брать в армию будут силой, которая основательно взбудоражила очень далекую от фронта и от революционного энтузиазма в Андею. Следующей причиной были, конечно, дела религиозные. Не вдаваясь в подробности, потому как отношение революционных властей и церкви самостоятельная, громадная тема, нужно выделить несколько стадий взаимодействия. При старом порядке церковь была весьма привилегированная и католическая. Революция вроде бы не посягала на нее прямо, но разрушала в реальности ее устои. Сперва с небесных высот был сведен монарх, важнейший стоп-системы ортодоксального религиозного мировоззрения. Затем в Декларации прав человека и гражданина появляется статья 10. Никто не должен быть беспокоен за свои мнения, хотя бы религиозные, если только обнаружение их не нарушает общественного порядка, установленного законом. Католицизм теряет статус господствующей религии. Больше и хуже того, гражданин Франции вполне легально теперь может не верить в Бога вообще или не предавать вопросу о его наличии или отсутствии особой важности в своей жизни. Следующий шаг связан с постоянным подчеркиванием революционными органами власти французской суверенности и своей прерогативы. Требование для священников присягать государству, тем более потом присягать республике, было встречено многими католическими ортодоксами в штыки, а главное быстро привело к фактическому церковному расколу, но не присягнувших, которые сразу оказывались на полулегальном положении, и присягнувших, которые с учетом позиции римского папы по французскому вопросу и иных перемен едва ли могли уже считаться католиками. И снова параллели с нашей революцией, со всеми ее церковными изводами и обновленцами. Так или иначе, но к периоду прихода якобинцев к власти противоречия между церковью и государством достигли большой остроты, особенно в таких местах, как Вандея. Ну а самой главной причиной, конечно, была экономика. Выше уже писалось о том, что революция значила для отношений города и деревни, как взвелась инфляция, как деревня оказалась на бабах, и как потом вернула себя все с процентами. Говорилось и о том, что за спиной у монтаньяров якобинцев были городские низы, санкюлоты, которые решительно требовали введения максимума цен. Еще 3 мая под давлением масс, прежде всего парижан, конвент принял декрет. Все владельцы хлеба обязаны заявить об имеющихся у них количествах его. Хлеб продавать можно лишь на общественных рынках в присутствии особых надсмотрщиков. В каждом департаменте устанавливается максимум, выведенный из среднерыночной ценности с 1 января по 1 мая 1793 года. Далее он должен уменьшаться на 1 десятую в месяц с июня до 1 сентября. За нарушение закона и порчу хлеба назначается конфискация запасов из смерти. Тонкость для Вандея здесь в следующем. Среднерыночная цена высчитывалась по департаментам. Считалось, что это позволит более рационально, соизмеряясь с местными условиями, определить ее. Но в Вандее не было своего рынка сбыта, крупного города. Хлеб вывозили, чтобы продать, а в самой Вандее он стоил дешево. Фактически, из краткого преуспеяния крестьяне сразу оказались выброшены на грань разорения. Позднее, уже при икобинцах, ошибка будет осознанной. 11 сентября появится декрет, устанавливавший единообразный максимум для всей Франции на время до 1 октября 1194 года. 14 ливров за квинтал. Но для Вандеи было уже поздно. В марте, впрочем, размах мятежа был еще невелик. 4 марта 1993 года в городке Шоле молодежь расправилась с командиром местной национальной гвардии. Спустя неделю, 10 марта, противники рекрутского набора столкнулись с республиканцами в Машкуле. Счет жертв среди последних пошел на сотни. 11 марта несколько тысяч крестьян выгнали из местечка Сен-Флоран республиканских чиновников и выбрали себе предводителем некоего Жака Кателлино, бывшего торговца полотном. Еще одним аспектом в Вандеи был черный передел. Покончив с феодальными привилегиями, революция не конфисковала земельные собственности, кроме земель мигрантов и церкви. С другой стороны, пусть восставшие крестьяне и мелкое дворянство скоро по металлической и королевской армии, ни короля, ни представителей династии из эмиграции, ни тем более кардиналов от папы у них не было. А потому во всем происходящем было много черт обычного крестьянского восстания Жакерии. Крестьяне отбирали имущество республиканцев-безбожников, делили по новому землю, сжигали налоговую документацию. Вот что писали, например, конечно же, пристрастно, но в целом верно комиссары конвента Лемалио и Гермер 22 марта 1093 года из департамента Иль и Вилен, несколько севернее Вандеи, уже в Британии. Во всех городах дома патриотов, республиканцев, отмечены. Восставшие выкалывают патриотам глаза, вырывают им языки. При своих нападениях они гонят впереди себя пленных патриотов, делая таким образом из них прикрытие для себя. Это не простые местные выступления, которые легко подавить. Это деревни, идущие в боевом порядке, предводительствуемые ловкими начальниками, имеющие кое-какое огнестрельное оружие и боевые припасы, устремившиеся в города для разбоя и погромов. Это невежество и фанатизм, ставшие орудием в руках аристократии, работающие с ней во имя уничтожения городов, которые, благодаря большей просвещенности, являются очагами патриотизма. В некую активность быстро оказалось вовлечено до 100 тысяч человек, но и треть из них не вела целенаправленных действий против республики, а еще куда менее были объединены в полувоенные формирования и имели оружие. Все же 15 марта восставшие сумели достигнуть немалого успеха, овладев городом Шалей, захватив до 700 пленных и 4 орудия, в основном за счет внезапности, решительности и некоторой заторможенности местных республиканских сил. Такой успех способствовал повсеместному усилению восстания. На западе Ван Деи отставной морской офицер Франсуа Шаретт с четырьмя тысячами крестьян взял городишко Парпик, восставшие стали угрожать находящемуся севернее региона Ван Деи и уже достаточно крупному и важному городу Нанту. Помятуая ситуации на фронтах, нетрудно понять, что регулярных войск и даже более-менее боеспособных сил нацгвардии в регионе не было. Национальная гвардия, разбросанная по стране мелкими отрядами, оказалась не в состоянии поначалу противодействовать волне восставших. Но скоро начальник республиканских войск в южной части Ван Деи генерал Марсе собрал три тысячи человек с семью орудиями, небольшая часть, регулярные войска из Ларашели, остальные национальная гвардия и овладел городом Шантани, пользуясь тем, что крестьяне разошлись для обработки полей. Уже одно это хорошо показывает, что такое была Ван Дея в ее начале. Впрочем, скоро крестьяне вернулись и 19 марта выбили Марсе обратно. Вплоть до начала апреля та и другая сторона собирались силами и налаживали организацию. Разбросанные до этого момента отряды инсургентов вошли в связь между собой, распределились, соответственно, селением или приходом и избирали старших и младших командиров. Поразительно, при этом напоминая республиканских добровольцев. Получив известие о происшествиях Ван Дея, национальный конвент, напомню еще смешанный, не кабинский, объявил всех участвующих в восстании вне закона, но из-за ужасающего положения на фронтах не имел возможности принять более действенные меры. Конвент распорядился сформировать два корпуса. На западной и южной границах Ван Дея 20 тысяч под командованием генерала Берюе. Насгвардейцы по большей части неопытные и новонабранные. Другой корпус Залуары под командованием генерала Конкло вначале был скорее виртуальным. В его распоряжении было только 4 тысячи регулярных войск, расквартированных для охраны Атлантического побережья страны от возможных высадок в Нанте. Согласно плану Берюе, республиканские силы были разделены на 5 колонн и в первой половине апреля должны были начать движение в лесистую часть Ван Деи и, продвигаясь постепенно вперед, отнести роялистов к морю, либо к Луаре. План этот был бы всем хорош, если бы республиканцы имели количественное, либо качественное превосходство, могли действовать с позиции силы, а при их слабости подобное разобщение должно было иметь неминуемым следствием поражения по частям. Первой выдвинулась в юго-западном направлении колонна Буляра 4 тысячи 7 апреля. Спустя два дня выступили в северо-восточную Ван Дею остальные колонны. Вторая колонна Кетино, 2400 человек от Брессюира на Лезубье. Третья колонна Легонье, 10 тысяч в направлении Вигье-Везеншоле. Четвертая колонна самого Берюе, 3600 человек от Сен-Ламберена, Шемилье. А пятая колонна Гавилье, 2400 человек, должна была переправиться через Луару и идти к Сен-Флорану. Роялисты собрали к тому времени до 30 тысяч человек в состоянии похожем на армию. Сосредоточились 9 апреля у Шале, а отряд Боншана занял Сен-Флоран. 11 апреля главные силы встретили корпус Берюе и, пользуясь большим численным превосходством, разбили его в тот же день. Зато другие республиканские колонны продолжали двигаться вперед и совершенно стеснили роялистов, отступивших сначала к Бопрео, а затем к Тифожу. Здесь стало сказываться то, что 30 тысяч корпус был всего лишь вершиной айсберга. К роялистам начали стягиваться крестьянские подкрепления, например, отряд крестьян под командованием молодого дворянина Анрии Ларос-Жаклена, который позднее станет одним из лидеров в Андеи. Крестьяне появлялись и позади республиканских сил, что при уже описывавшихся особенностях местности и при разобщенности атакующих колонн не могло не привести к катастрофе. С другой стороны, там, где местность была благоприятнее, а роялисты по каким-либо причинам менее организованы и лишены ярких лидеров, бывших средоточениями боевого духа республиканские отряды, достигали успеха. Энергичные наступления колонны Буляра с юга не могли остановить силы Шарета. Войска его упали духом, дружина Шарета рассеялась, а сам он был вынужден бежать в селение Вьельвин. К началу мая морское побережье оказалось в руках республиканцев, что было особенно важно ввиду обнаружившейся заинтересованности Англии в судьбе восстания. С другой стороны, на северо-востоке Вандеи главная армия роялистов во главе с Дельбе 20 тысяч, 12 орудий, овладела Шатильоном, Аржантоном, Брессюиром и Вье, а затем, окружив отряд Китиноу-Туара, 5 мая заставила его сложить оружие, овладев 12 тысячами оружий и 12 орудиями. В это же время к нему присоединился первый человек, которого с натяжкой можно считать представителем за границей. Луи-Мари де Сальк, маркиз де Лескюр, в начале революции бежал из страны, затем тайно вернулся, по-видимому, именно для агентурной и подрывной работы, был арестован, отправлен вглубь Франции и освобожден вандейцами. Роялисты двинулись против генерала Шальбор, расположившегося с 10 тысячами человек в равнинной Вандеи. 9 мая они заняли Портене, а 13 мая – Шентеньере, после чего многие обремененные добычей стали расходиться по домам. Несмотря на уменьшение роялистской армии, ее предводитель Боншана и Дельбе, все еще имея порядка 10 тысяч человек, сделали 16 мая попытку атаковать отряд республиканцев Шальбоу-Фонтене. Атака была отбита, инсургенты отброшены, потеряв при этом около 4 тысяч убитыми и почти всю артиллерию. Неудача не обескуражила вандейцев. Вновь собравшись и получив подкрепление, они снова перешли в наступление, и у того же Фонтене 24 мая нанесли поражение войскам Шальбоу, захватив 40 орудий, большое число ружей, значительное количество боеприпасов и денег. На первый взгляд боевые действия шли в примерно равном режиме, но в целом неподавленное восстание продолжало разрастаться. Мы еще непременно должны будем вернуться к нему позже, но уже сейчас необходимо помнить о нем как об одном из важных факторов положения Франции. Тем временем требование 300 тысяч новых добровольцев стало принимать совершенно новые организационные черты, которые позволяют нам говорить о первой мобилизации. Еще 27 февраля 1993 года декрет конвента постановил, что при сохранении общего принципа добровольности, в том случае, если какая-либо коммуна не давала полагавшегося на ее долю количества добровольцев, граждане должны были безоговорочно восполнить недостающее число, прибегая для этого к тем мерам, которые они по решению большинства сочтут для себя удобными. Но как раз оговорок в итоге оказалось предостаточно. Сам конвент ограничил набор холостяками или бездетными водовцами от 18 до 40 лет, а уж на местах изгалялись как могли. Процветало официально разрешенное заместительство, где уже в порядке вещей было, что вместо одного богатого человека шло двое-трое экипированных за его счет эпилептиков, инвалидов и полоумных. Префектуры отчитывались о высоких цифрах, богач оставался дома и даже морально чист перед соотечественниками. Инвалиды приобретали 15 су в день, которые иначе можно было бы пытаться достать только нищенством, и лишь армия так и не получала солдат, способных драться. Хуже того, на заместительстве вырос целый бизнес. Уже вполне здоровые и крепкие люди предлагали себя в заместители за хорошую плату, а после дезертировали из своего батальона, как-то было легко, мы уже знаем, и продавались снова, и снова, и снова. Существовало множество способов обойти призыв, еще бы, ведь он был добровольным. Под давлением якобинцев, которые в итоге уже сами будут завершать это дело, порядок стал меняться. Оставшееся количество бойцов во многих департаментах избиралось по жребию, примерно как у нас в период действия рекрутской повинности. В других происходило голосование, которое определяло, сколько людей и кто именно отправится в войска. Именно эта форма позволила перейти к своего рода хитрости. Все то же общее голосование предоставляло префекту комиссару конвента или местному комиссару, занимавшемуся делами добровольцев, право единолично производить наборы граждан в пределах оговоренных законом условий. 18-40 лет без семьи. И дело резко шло вперед. Достаточно сказать, что Париж благодаря ей смог быстро сформировать 12-тысячный корпус, который скоро в полном составе отправится в Вандею. Проблемой было то, что перестроить систему таким образом можно было только с доброй волей жителей, а она далеко не всегда и не везде была такова. Одним словом, призыв в мобилизации 300 тысяч в реальности 300 тысяч бойцов не дала. Но дала немало, а главное подготовила почву организационную, психологическую и, об этом будет сказано уже в следующей части, экономическую, для принятия самого важного решения, которое не могло не изменить ход войны. Введение во Франции всеобщей воинской повинности. Но для того, чтобы эти собранные 300 тысяч получили хоть несколько дней военного обучения, получили мундиры и ружья, требовалось время. В прошлой части было сказано, какой ценой жизни бойцов и своей покупал его бесплодными атаками Дампьер. Теперь настал черед нового человека – Жанна Батиста Журдана. Я стараюсь давать краткие биографии выдающихся генералов революции, но здесь тот случай, когда человек характерен тем, что ее у него, можно сказать, и не было. Журдан был первым командующим недворянского происхождения, и это было безусловным, если не главным его достоинством с точки зрения конвента. Сын врача, он начал в 1178 году службу простым солдатам. Им же попал на американскую войну за независимость, но отличиться там не успел. Тяжело заболел и уволился из армии по возвращении во Францию. С началом революции стал одним из организаторов национальной гвардии в своем родном Лиможе и сделался ее капитаном. В 1191 году он уже стал полковником и командиром 2-го батальона волонтеров департамента Виена, а еще даже Маппа стал полковником и командиром бригады, пример фантастически стремительной революционной карьеры. Уже это было огромным авансом на будущее для простого солдата, но не концом. К августу 1793-го он дивизионный генерал, высшее звание в революционной армии, командующий главной северной армией, это в 31 год, назначая его конвент во многом бил пальцем в небо, но не прогадал. Строго говоря, до Журдана и как бы параллельно с ним общее командование над армиями, прикрывающими французскую северную границу, принял после отзыва и казни Кюстина генерал Гушар. 7 августа французы во главе с ним без боя были вытеснены из древнего лагеря Цезаря и бежали до Авена, где Гушар с трудом собрал их. И здесь медлительность австрийцев в движении на Париж и откидывание основных сил французов на фланг внезапно оказались благом. Гушар и Журдан быстро двинулись на выручку Дюнкерка, как мы помним, осажденного герцогом Йоркским. Герцог был вторым сыном короля Англии Георга Третьего, и хотя он вроде как учился военному делу у самого Фридриха Великого во время своего пребывания при его дворе в возрасте 16-ти, можно догадаться, что это было за обучение, и как на него реально смотрел бывший, к тому же еще и довольно саркастическим в этом возрасте старый фриц, на деле этим его военные заслуги и ограничивались. Под его началом имелось 36 тысяч, но из осторожности 16-тысячный корпус генерала Фрейтега остался на защите фланга. Французов он не задержал, будучи вынужден после демонстрации их превосходящих сил отойти от реки Изер, но армия оказалась разделена. Герцог одновременно, вынужденный отражать активную вылазку из города, оказался перед лицом необходимости экстренно спасать тех, кто вроде бы его прикрывал. Гедва Али Фридрих был бы доволен. Решимости и быстроты, чтобы снять на время осаду, разгромить французов, а затем вернуться, у него не хватило. В итоге подкрепления Фрейтегу стали идти разрозненно, разновременно, неорганизованно и все равно недостаточно. Генерал Вальмоден, заменивший раненого Фрейтега с 9-тысячной армии, пользуясь пересеченной местностью, целый день 7 сентября удерживал значительно превосходящие в силах противников, французов было до 40 тысяч. В итоге силы союзников возрастут до 24 тысяч, но этого все равно будет мало для успеха. Французы продолжали решительно бить. Голландцы показали низкую боеспособность, британцы – неготовность к операциям на континенте, солдатам постоянно чего-то не хватало. В итоге 7 сентября, после трехдневного сражения, при Гондешоте, или Онскоте, генерал и герцог Ерукский был вынужден снять осаду. Тылова был не обеспечен, генерал Вальмоден продолжал отходить, а потому герцог, боявшийся, что это лишит осадный корпус безопасного пути отступления, придал ему такую скорость, что бросил в спешке почти весь свой осадный парк. Потери союзников составили 4 тысячи человек, французов – 3 тысячи, что с учетом качества этих наполовину свеженабранных войск следует признать очень хорошим результатом. Но важнее всего был момент стратегический. Был спасен Дюнкерк. Британцы не получили крупного порта на противоположном берегу канала для снабжения своих операций. Глобально произошедшим был обнажен правый фланг союзников, что тотчас же восстановило дела французов. Пусть от англо-голландцев еще что-то осталось. 11 сентября французы безуспешно атаковали и Перн. Уже 13 сентября остатки голландцев были разбиты при Менене. Нет, это не был решающий переворот в ходе войны. Это даже не было вторым вальми. Интервенты оставались на территории страны и оставались прочно. Главные, наиболее сильные армии союзников – австрийская и прусская – вообще не были затронуты этим поражением. Но было выиграно время. Австрийцы стали собираться на Париж еще медленнее, еще осторожнее, отвлекаясь для защиты фланга. И этого времени Конвенту национального спасения и комитету в самом деле хватило для тех радикальных перемен, которые спасут Францию и революцию. Но об этом в следующих главах.